Всем привет, друзья, снова добро пожаловать на The International. Меня зовут NotInMyHouse и мы продолжаем вас радовать интервью с этого прекрасного события. Рядом со мной сейчас сидит игрок команды Alliance Insania. Привет, доброе познакомиться и спасибо за нас. Как вы чувствуете The International? Как вы чувствуете? Я чувствую очень хорошо. Мы были очень хорошей группой. Мы играли очень хорошо. Мы играли много игрок с Mega Creeps, но, я имею в виду свою историю, это нормально для нас играть. Но, да, в целом, это была хорошая группа. Т.И. – потрясающе, чтобы быть здесь. Так что вы не сказали, что цель сделать на верхний бракет? Нет, цель была, конечно, сделать верхний бракет. Но, я думаю, более важнее, что мы счастливы в команде и играем хорошо. В любом случае, если вы идете на верхний бракет, вы должны играть на много хороших игроков. И мы не потерялись на верхний бракет, потому что несколько игроков, которые были непросточные. Так что, мы не слишком ужинены об этом. Мы чувствуем, что мы легко смогли сделать это, если эти игры у нас были. Но, мы счастливы, как мы играем, и мы счастливы, чтобы быть здесь. Так что, нет, я не слишком ужинен об этом. Это хорошо. Поехали, как эта сезон для твоего команда была одна из самых интересных историй этого Dota DPC Торнамента. Я имею в виду, как ты это делал в эпицентре, в этом игре, против нашей команде, Гамбите Спортс. Как ты чувствовал, когда ты уже знал, что ты идешь на интернет? Это было бы самое лучшее. Я даже не думаю, что я чувствую, что я чувствую, что я чувствую, что я чувствую, как я чувствую. Так что это было очень круто. И я думаю, что это все было сделано. Мы были играть в эпицентре, в Атлан, на самом-стое, в фанатах. Это было бы самое лучшее турнирование, которое я уже видел. Для меня, я помню, когда мы играли в «Вертус-Про» после этого, и наша мотивация, чтобы победить игру, не было так высоко. Это было просто разное ощущение. Когда мы уже сделали TI, все было более расслаблено. И, нет, игра против Гамбит, для меня, это было бы на самом-стое финале эпицентра. В период после эпицентра, но и после интернешнего, что команда делала во время этого периода? Мы взяли на поле месяца, 3 недели. Мы были очень трудно тренированы, поэтому все было довольно устойчиво. И после этого мы пошли прямо в «Суммите» в Лос-Анджелесе, и мы играли в турнир, чтобы нам вернуться в то, что нужно делать. И получить настоящую турнир-эксперименцию, после того, как мы идем в TI. После этого мы летали в Шангхай, на самом-стое два недели, и мы приехали в TI. Многие команды, в Шангхай, говорят, что это очень хороший место, чтобы практиковать. Что ты думаешь? Нет, я думаю, что наш bootcamp был очень хорошим. Келли говорит китайский язык, наш менеджер, поэтому она устроила все для нас, чтобы было очень-оченько и комфортно. Говоря китайский язык – это абсолютно отличный момент, потому что это очень сложно делать ничего там, без никого говорить эту язык. Но все равно, ты играл в «Суммите», как ты говоришь, и ты – это один из маленьких командов, которые могли играть в этот период, после эпицентра и после интернациональной игры. Это было три патчика, которые были announced в этот период. И ты думаешь, что DAURA изменил очень много в этом месяце? Какие команды, которые приходят сюда, они просто не знают, какие персонажи самые мощные или что-то такое, но ты имеешь в виду этого знания. Да, я думаю, что когда ты играл в турниках, ты всегда научишься новые вещи о себе и о команде, и ты видишь идеи из других регионов. Например, «Enchantress» появились в «Суммите», если бы ты не знал, как сильный этот игрок был, когда мы приехали сюда. Так что мы были очень готовы и готовы для этого, я думаю, что это удивило много других командов. Так что, да, definitivamente, это имеет преимущество, чтобы играть много. Окей, возвращаясь к интернационалу, как ты успел достигнуть 5-й место, ты выбрал твоего противника в нижней границе. Так что сейчас это RNG. Почему это так? Ну, конечно, играть на «Navi» – это было прекрасно. Это были наши два выбора, и я знаю, что фанаты любили это, но правда, что «Navi» – это очень страшная команда сейчас, они играют очень хорошо, и я думаю, что в целом сезоне мы их скрыли много, и когда они хороши, они очень хороши. Так что мы думали, что мы хотели играть против RNG, который был игроком, который мы играли несколько раз recently, а на «Navi» мы не играли в целом сезоне. Так что это, в основном, основание для этого. Окей, и сейчас я хочу делать «Blitz», я тебе скажу какие-то быстрые вопросы. Вы можете ответить их, не быстро, но как вы чувствуете. Итак, давайте начнем с аркана. Кто будет победить, «Ogur» или «Windranger»? «Windranger». «Windranger», окей. Следующий вопрос. Кто ваш любимый игрок? «Оракл». Кто ваш самый успешный игрок? «Терроблэд». «Оракл». 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 «Ктое цене ТИ сейчас?» «33 миллион». «33 миллион». «Да, немного больше, но все равно». «Ктое лучший игрок в «Dota 2» сейчас?» «Оракл». «Оракл». «Зай». «Да, усилий, но я думаю, что он на руке еще сахт sスкидл». «Оракл» — это больше, в которой целый игрок в дюймах в его solo», «как я считаю, что он просто делал много новых спанов для своего команда». «Фильм» выглядит абсолютно прекрасно. «Я согласен». «Укво любимый кастер спрей в «Dota 2»?» Ух, есть много хороших. Да, правильно. Мой любимый. Мы шатвейл спамеры, используем много их. Мы любим использовать СЕБ, конечно. И этот человек имеет нот-чилл, ман. И также нот-тейл лап. Да, это потрясающе. И кто будет победить ТИ-9? Это страшно сказать, но я думаю, что ОГИ имеет очень хорошую шанс. Но я думаю, что вичи гейминг. Две. Кто будет победить ТИ-10? АЛЛАЙНС. АЛЛАЙНС. Окей. Спасибо, что пришли сюда. Спасибо, что пригласили нас. Игрок команды АЛЛАЙНС. Спасибо, что смотрели, друзья.